Сколько ноутбуков нужно сложить вместе, чтобы догнать по производительности хорошей современной ПК? Оказалось, что всего один? Скучная загадка, я говорил сценаристу. Линейка ROCK STRIX от ASUS это именно мощные ноутбуки без лишних наворотов, которые каждый год обновляются с одной целью – поставить самое современное железо. И в этой линейке есть отдельный пласт – STRIX SCAR. Это просто лучшие среди лучших. Сливки из сливок, Винцеслав из Дома 2. И сегодня я в неравной схватке выбил на обзор самый мощный ноутбук от ROCK – STRIX SCAR 18. В прошлом году я уже делал на него обзор, но ASUS его обновили и сделали еще монструознее. Что изменилось с прошлого года? Что эта махина потянет на максималках? Кому она подойдет? Как впихнуть невпихуемое? И как правильно извиняться перед парнями? Ответы на все эти вопросы в этом видео. Поставляется ноутбук вот в такой коробке. Она, конечно, премиальная, на понтах и на стероидах. В комплекте сам ноутбук, адаптер питания на 20 вольт с 16 ампер и еще один 100-ваттный адаптер для зарядки через Type-C. И вот такая штука. О ней расскажу чуть позже. Сразу о ноутбуке. 18 дюймов – это много. Если есть что компенсировать, это отличный выбор. При этом инженеры отказались от всех адекватно ненужных наворотов, типа каких-то сенсорных панелей, датчиков отпечатков пальцев, двойных мониторов и философского камня на квантовых частицах. Все, что тут есть – фирменный логотип ROG на верхней крышке с подсветкой и RGB-подсветка спереди и сзади. Сделаны они так, чтобы аккурат подсвечивать стол под ноутбуком. Ноутбук весь сделан из пластика. Исключение – верхняя крышка дисплея. Она алюминиевая. Это и придает солидности и помогает охлаждению монитора. Причем верхняя часть основного корпуса и бока сделаны из полупрозрачного пластика. Откровенно говоря, полупрозрачный пластик выглядит что-то совсем дешево, особенно сбоку. Я сначала подумал, что это для какого-то рассеивания света от подсветки, но нет, это никак не связано. И вот тут на горбу у ноута есть вот такая съемная штука. В комплекте есть два разных варианта – прозрачная и черная. И это вам ничего не дает. Это просто так. Но смысл в том, что штуку эту можно использовать для украшения ноутбука. Приклеить или выгравировать свой ник на ней и, пожалуйста, цепляешь по желанию. Люди даже печатают такие пластины на 3D принтерах с разными дизайнами. Клавиатура у нас полноразмерная. Есть и нампад. Сверху пять дополнительных программируемых клавиш под любые ваши цели. Разумеется, тут ARGB подсветка. Она настраивается. Кнопка включения физическая, не сенсорная. Она расположена отдельно. Засыпая, вместо скриншота не нажмешь. Тачпад здесь стеклянный, очень приятный, намного приятнее пластика. Когда ноутбук открыт, на корпусе под ним есть несколько наклоненных светодиодных индикаторов. Приятное глазу решение. Если у вас есть стандарты по перфорации нижней крышки, тут вы их обновите. Нижняя часть ноутбука почти вся в щелях для вентиляции. И это не по приколу. Под такое железо нужно только такое охлаждение. Помните, в начале видео я сказал, что это самый мощный ноут среди самых мощных урок. И я, правда, не преувеличил. Во главе стола стоит Intel Core i9-14900HX. Это 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер. Всего 24 получается. С частотой до 5,8 ГГц. И кэшем на 36 МБ. Плюс термопакет до 65 Вт. Это первое главное отличие от прошлогодней версии. Asus обновили процессор. На момент записи видео это самый мощный камень от Intel, какой только существует для ноутбуков. Asus просто воткнули его в плату, потому что могут. На самом деле i9-14900HX создан на такой же гибридной архитектуре, что и прошлогодний i9-13980HX. И значительного скачка производительности вы здесь не увидите. Но почувствует сам компьютер. Все-таки 14-е поколение вместо 13-го. Мы на стадии тестов отметили, что температура и шум кулеров стали чуть ниже, потому что оптимизация и эффективность работы стали лучше. Дополнительно к нему пристроилась дискретная видеокарта не кто-нибудь, а сам цар его дворца NVIDIA RTX 4090 с 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Ну, потому что каждый китайский инженер-мужчина должен сделать в этой жизни три вещи. Засунуть в ноутбук почти двухкилограммовый кирпич и еще какой-то бред про дерево и дом. Плюс термопакет до 175 ватт. С прошлого года здесь ничего не обновили, потому что лучше 4090 пока что ничего нет. Хотя в следующем году обновят, скорее всего, на 50-ю серию. Их обещали представить до конца года. Также в ноуте царский SSD на 2TB. Если мало, то можно расширить до 4. Оперативной памяти здесь 32 гига. Это две плашки DDR5 по 16 гигов. Они заменяемые, максимально можно раскачать комп до 64 гигабайт. Ну, чтобы точно на все хватило. Аккумулятор на 90 ватт-часов. При базовом использовании этого хватает на 4-5 часов работы. Если заморачиваться программно с энергопотреблением, то можно и больше вытянуть. Разумеется, для игр или работы под максимальным напрягом без зарядки стоят лимиты на производительность, но это и так все знают. Вот как раз для таких мощностей требуется соответствующее охлаждение. Для этого нижняя крышка вся в отверстиях, а под ней мощная система из трех кулеров. 7 тепловых трубок, а в качестве термоинтерфейса используется жидкий металл для центрального и графического процессора. Понятное дело, под нагрузкой все это дело ревет. Но пока китайские инженеры не научились подделывать в подвалах законы физики, с этим ничего, к сожалению, не поделаешь. За изображение здесь отвечает ROG Nebula HDR Display. Это экран на базе мини-LED диагональю 18 дюймов, соотношение 16 на 10 с разрешением 2560 на 1600. Максимальная частота обновления 240 Гц. Даже поддержка HDR присутствует до сих пор в 2024 году. Не все стационарные пока могут им похвастаться. Ну и матовое антибликовое покрытие, чтобы солнышко не обижало. Экран обновили с прошлого года, и он стал сильно круче. Главное, вдвое увеличили яркость, даже чуть больше. Прошлогодняя ревизия выдавала максимум 500 кандел на квадратный метр, а новая 1100. Потому что никто в вашем доме не должен сиять ярче. Вместе с этим прокачали и цветопередачу. Самые яркие тона, красный, оранжевый и желтый, выглядят реально насыщенными. Попробуйте включить на этом ноуте видео с черешней, и вы затопите соседей слюнями. Казалось бы, что еще нужно геймеру? Если бы я был девушкой, я бы знал, как выбросить прощение даже за измену с вагоном дембелей. Но есть еще кое-что. Почти все современные геймеры предпочитают катать в наушниках. Но даже при этом факте инженеры Asus не стали экономить на звуке. Итого в Strix 18 положили просто охреневший звук. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res. Просто послушайте. Динамики не заставят ваших соседей вешаться и вызывать полицию. Громкости не хватит, но вот по детализации и качеству это очень круто. Ну что, запряжем кобылку. Во всех играх я выставил максимальные настройки и нативный 2К+. И главное, посмотрели температуры. Учитывайте, что Scar 18 во время тестов просто стоял на столе и грелся соответственно. В Cyberpunk 2077 в среднем у нас вышло 127 FPS без RTX с DLSS 3. С RTX мы получили от 63 до 97 FPS. В остальном, даже в боях, я не увидел серьезных просадок. Температура была в районе 76-82 градусов, это на процессоре, и до 78 на видеокарте. Hogwarts Legacy с DLSS на качество выдает 115-140 кадров. Температура в среднем около 78 на процессоре и 74 на видеокарте. Самый минимальный FPS, который мы смогли снять один раз при переходе из школы на улицу, логнуло до 26 FPS, но это был всего один раз. Forza Horizon 5 выдает также 120-140 кадров. В среднем 134, полет плавный. При этом CPU порой поглощала по 107 Вт и показывала температуру от 79 до 85 градусов. Но при этом производительность не падала, ничего в космос не улетало и работала норм. Видеокарта при этом грелась максимумом до 74. В Control на максималках производительность была до 154 кадров, в среднем 77. И тут мы получили рекорд. До 87 градусов на процессоре и до 78 на видеокарте. При этом общее потребление карты с процессором доходило до 233 Вт. До сих пор далеко не все ПК такое выдают. Благодаря обновленному процессору и доработке системы охлаждения, версия 2024 года все-таки лучше справляется с нагревом. При этом шумит вроде как чуть меньше, мы не замеряли, но по ощущениям это так. После тестов обычно смотреть нечего, но пара мелочей у нас все еще осталось. Интерфейсы. Они в ноутбуке слегка разочаровали. Слева у нас есть гнездо под зарядку, LAN-порт, HDMI 2.1, два порта Type-C и миниджек под наушники. Оба Type-C с дисплей-портом. Левый поддерживает Power Delivery, а правый Thunderbolt 4. Справа два USB Type-A 3.2 и... и тип все. И вот это, конечно, узкое место в ноутбуке. Я могу понять, когда интерфейсы экономят в компактных ноутбуках, где и так под крышкой такая же плотность, как в цыганском вагончике. Но здесь у нас огромный ноутбук с высокой мощностью под любые задачи. Почему не добавить лишний кардридер или хотя бы еще пару USB? Спасибо, что хоть между тем, что есть, нормальное расстояние и ничего не мешает друг другу. Для связи в ноутбуке представлена вебка на 720p и микрофоны с интеллектуальным шумоподавлением. Но, как и везде, если мы говорим про связь с тиммейтами во время катки, из-за охлаждения слышать друг друга вы будете плохо. Да и вебка 720p в такой технике это несерьезно, это даже не Full HD. То есть на встроенной вебке максимум можно сходить в какой-нибудь созвон в Zoom. И другие люди будут думать, что у вас какой-нибудь VivoBook за 40 рублей. Итак, что же лично я думаю об этом ноутбуке? С прошлого года разработчики обновили процессор и сильно прокачали дисплей. Прям очень сильно. Но я бы не сказал, что изменения настолько радикальные, что есть смысл обновлять прошлогодний на этот новый. А вот если вы много путешествуете и вам нужно, чтобы с собой был самый мощный в мире комп, который порвет всех и потянет абсолютно все, тогда поменять свой ПК на SCAR-18 можно абсолютно свободно. Важно понимать, что это именно стационарный планшет. Это не та штука, с которой удобно бегать по кафешкам или работать в парке. Все-таки весит эта махина более 3 килограмм, а под нагрузкой еще и может сделать тебе термическую депиляцию ног. Ну вот приехать куда-то и просто кинуть ноут на стол вместо сборки для подключения десятка кабелей – это благодать. Вот с этой техникой в полной мере осознаешь и мощный звук, и ограничение при использовании без зарядки. Он все равно будет стоять на столе, всегда включенным в розетку. А звук – кино на таком дисплее смотреть просто хорошо. Звук не должен портить эту атмосферу. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чекайте описание. Там есть куча полезных ссылок, в том числе и на наши социальные сети. Тикток, Телеграм, группа ВКонтакте, мой личный Инстаграм. Подписывайтесь везде. Покеда.